Вроде бы все работает. Итак, давайте, смотрите, мы немножко освоились, я надеюсь, что вы немножко освоились после предыдущей лекции, семинара, немножко освоились с понятием последовательности и заодно немножко потренировались. Извините, вас не слышно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, давайте поговорим про новое понятие... Продолжение следует... Итак, смотрите, значит, это у нас некоторое ключевое понятие всего курса, понятие пределов. И сейчас начнется жесть. Мы эту жесть, я надеюсь, успешно преодолеем. Это сложная штука, на самом деле, понятие предела. Ну, давайте попробуем про него поговорить. Вообще, о чем речь? Ну, смотрите, мы обсуждали в прошлый раз, что у нас есть понятие последовательности. Последовательность и последовательность – это бесконечный ряд чисел. При этом, когда я привожу какие-то примеры, что я делаю? Я, как правило, выписываю либо формулу, либо выписываю первые несколько членов последовательности. А при этом, ну, это то, что я могу сделать. Это то, что мы можем увидеть глазами, как устроено начало последовательности. Но при этом нас часто интересует не то, что мы можем увидеть глазами, а наоборот. Нас интересует то, что происходит в хвосте последовательности, где-то далеко на бесконечности. И понятие предела – это попытка ответить на вопрос, что может происходить вот в этом вот бесконечном хвосте. На самом деле, это может происходить разным. Тут разные эффекты, которые там могут происходить. Но нас будет интересовать в некотором смысле простое предельное поведение последовательности, а именно, когда элементы последовательности с течением времени становятся очень близки к какому-то конкретному числу. Это число и называется предел. Давайте я начну с примера. Вот скажем, давайте рассматриваем такую штуку. Допустим, у меня есть последовательность АН равная Н плюс 1 разделить на Н. Вот такая последовательность. Как она начинается? Две первых, три вторых, четыре третьих и так далее. Мне для того, чтобы представить себя, как все это устроено, мне будет полезно рисовать вот такие вот иллюстрации. Давайте представим себе, что у меня есть... Фактически я рисую график функции. Помните, мы говорили, что последовательность – это на самом деле такие отображения из множества натуральных чисел в множество вещественных чисел. То есть, в принципе, последовательность – это частный случай функции. И я буду рисовать график этих функций. Значит, они будут определены только для натуральных ряда. То есть, вот здесь будет 1, 2, 3, 4 и так далее. Ну и давайте посмотрим, как этот график устроен. Здесь будет единица, здесь будет двойка. Мы буду рисовать точечки. Значит, вот над единицей у нас лежит точка 2. Это вот это вот две первых. Здесь дальше на двойке лежит точка полтора. Вот это три вторых. И так далее. Значит, на тройке 4, 3, где-то здесь она должна быть, потом здесь будет точка. Ну и вот дальше нужно представить себе, что будет происходить дальше. Если я буду рисовать этот график далеко вправо. А что будет происходить? Да, понятно, что если я проведу такую горизонтальную прямую на уровне 1, то все вот эти вот точечки, которые я рисую, они будут становиться очень близки к этой прямой. Значение элементов моей последовательности будет становиться близким к близким к значению, близким к числу 1. Ну, в принципе, можно было бы это увидеть не на графике, можно было бы это увидеть так, более алгебраически. Можно было бы сказать, например, так. Ну, посмотрите, можно преобразовать эту штуку вместо n плюс 1, деленное на n, написать, что это есть единица плюс единица, деленное на n. Да, и сказать что-то в таком роде. Ну вот если нас интересует бесконечный хвост, если нас интересует то, что происходит далеко-далеко вправо, что это означает? Это означает, что нас интересуют члены с высокими порядковыми номерами. То есть нас интересует то, что происходит, когда n становится очень большим. номер элементов. И мы можем посмотреть на вот эту вот штуку. Тут понятно, что если мы единицу делим на что-то дико большое, если мы единицу делим на миллион, то получаем какое-то очень маленькое число. Поэтому совершенно неудивительно, что эта последовательность, ее элементы становятся очень близки к единице. Значит, если n очень большого, единица на n близко к нулю, и n близко к единице. Вот. И вот это вот утверждение, утверждение такого типа, это то, что мы хотим формализовать, то, для чего мы хотим придумать аккуратное математическое определение. Давайте попробуем придумать. Значит, вопрос сейчас к тем, кто не знает определение предела, никогда его не слышал. Вот как вы можете как-то чуть-чуть более аккуратно, чем то, что я сейчас сказал? Как вы можете сформулировать то, что наши элементы последовательности, что они становятся очень близкими к данному числу? Ну да, только что это значит. Мы хотим как раз определить эти слова, а что значит стремиться к нулю? Стремиться, значит, ну, максимально приближается, но не достигается. Максимально приближается, да. Это тоже непонятно. Мы как бы определяем стремиться через слово максимально приближается. Да, давайте. Есть какое-то причинное, которое мы хотим по словам постижить, но оно стремится и приближится. Стремиться, приближится. Ну да, тоже непонятно. Мы пытаемся определить слово стремиться через слово стремиться. Давайте еще попробуем. Какие-нибудь еще варианты. С увеличением порядка номера то последовательности становится гораздо ближе к этому пределу, но никогда его не достигается. Становится ближе. Вот смотрите, это хорошая версия, да? Значит, с увеличением номера элементы последовательности становятся ближе вот к этому самому числу 1. Ну, это, в принципе, правда для этой последовательности. Но заметьте, что это, ну, как бы... А вот к нулю они становятся ближе? Ну, вообще, да. Они становятся ближе не только к единице, но и к нулю. Тем не менее, мы понимаем, что единица – это вот то самое число, к которому они на самом деле приближаются. А к нулю они, конечно, тоже приближаются, но у них там все равно огромный зазор между нулем и элементом последовательности. Поэтому просто сказать, что они приближаются к единице, все-таки мало. Единицы – это ближайшее число, которого это последовательность достигнуть не может. Ну вот насчет не может – это мы еще подумаем. Ага, да. Ну, просто для любого n, где я вновь, что а от n, то есть один, меньше чем, а от n, при этом а от n больше единицы. Хорошо, давайте, да. Этот пример действительно располагает каким-то рассуждением про монотонность, но на самом деле определение предела не требует монотонности. Вот смотрите, давайте представим себе, что у меня сейчас будет другая последовательность. Давайте еще один пример рассмотрим, такую последовательность bn, которая устроена так. например, она равна, давайте тоже, единица плюс единица на n, давайте не единица, а просто единица на n. Единица на n при n четных, и, например, единица на 10n при n нечетных. Да, то есть давайте посмотрим на такую последовательность, которая устроена так. Одна десятая, потом одна вторая, потом одна, какая здесь будет, двадцатая, потом одна третья. И так далее. Не третья, сейчас, тридцатая и четвертая. Одна тридцатая, потом одна четвертая. Вот, то есть если я картинку нарисовываю, то эта картинка будет выглядеть примерно так. Значит, вот у меня здесь есть число типа 1 десятая. Нет, не так. Это одна десятая гораздо ближе. Вот так. Потом допустим вот так. Потом вот так поближе, вот так. Потом вот так поближе, вот так. Вот так поближе, вот так. И так далее. Значит, про вот эту последовательность нельзя сказать, чтобы каждый следующий член был ближе, допустим, к нулю, чем к предыдущему. это неправда но тем не менее понятно что вот как интуитивно кажется понятным что члены вот поэтому от монотонности мы здесь не будем давайте еще какие есть версии смотрите вот это как бы работа математика что у вас есть какая-то штука про которой более менее понятно чего вы хотите есть какая-то интуиция но для того чтобы потом аккуратно со всем этим работать нам нужно облечь эту интуицию в аккуратные в аккуратные слова еще идеи давайте я скажу смотрите вот мы хотим сказать что элементы последовательности будут становиться близки вот какому-то числу в данном случае 1 но понятно что во первых это не означает что скажем первый момент последовательно слышь мы должны были идиниц первом есть может быть далеко и илиAY и 3 даже может быть далеку а эти как оказалось просто вот приставить себе что-то место такой последовательно есть порта я взял вот этот элемент и переднул в вот сюда вот вертум это как-то повлияло на предел наше утверждение про то что все элементы сколько элементы приближаются к единице не повлияло потому что ну просто значит мы можем сказать что это начало да то что нас интересует она ведь находится далеко вправо а можно думать про последовательности как про какую-то измерения которые меня с течением времени вы скажем вы каждый год измеряете там внутренний валовый продукт какой-то страны или еще что-нибудь в этом роде а и можно думать что нас интересует то что будет происходить если мы подождем достаточно долго где-то вот в далеком будущем если так оказалось что у меня вот эта точка допустим переехала вот сюда и стала далека от единицы то она я просто скажу значит нужно подождать достаточно долго нужно рассматривать никакое начало последовательности никак не влияет на предел никакого общения бесконечный хвост теперь смотрите что мы хотим сказать мы хотим сказать что вот эти вот элементы бесконечного хвоста то есть начиная с какого-то элемента что эти все элементы они будут близки да давайте давайте введем такое определение а давайте скажем давайте введем два определения во первых я скажу так что у меня есть два числа x1 и x2 и давайте мы скажем что они называются эпсилон близкими значит эта буква а эта буква эпсилон почему-то почему-то люди которые видят или слышат эту терминологию в первый раз любят прибавлять букву т говорить эпсилон там нет буквы т просто эпсилон а значит x1 и x2 называется эпсилон близкими если просто если их расстояние если расстояние между ними то есть модуль разности меньше эпсилон вместо эпсилон можно поставлять разные числа можно поставлять другие буквы нам просто нужно нам нужно нужно ввести какое-то аккуратное матемическое понятие того что такое два числа близки ну вот если бы работали там с какими нибудь привычными нам объектами допустим если бы мы потом что означает что мой возраст близок там возрасту другого человека значит что разница между ними ну такая не очень большая несколько дней это явно маленько разница в возрасте по крайней мере для для человека моего и для вашего возраста а разница допустим в десять пять уже существует но проблема в том что в математике нет никакого естественного масштаба ни с чем сравнивать возраст человека мы сравниваем там с продолжительностью жизни человека но если бы мы измеряли время чего-нибудь другого там время жизни элементарных частиц которые измеряется измеряется там наносекундными вот там конечно разница в несколько дней была бы гораздо более существенной в математике нет никакого естественного масштаба поэтому когда мы говорим что два числа близки нам нужно охарактеризовать а как именно близки но мы используем очень простую вещь просто мы скажем что два числа допустим 0,1 близки пример например число 2 и число 2 целых допустим пять сотых являются 0,1 близки ну тут может возникнуть вопрос зачем это такой сейчас огород гаража но мне это пригодится сейчас чтобы некое определение ввести вот и еще одно определение я сейчас введу а нам тоже будет будет нужно в нем тоже участвует буква епсилон епсилон окрестностью точке x называется интервал x минус епсилон x плюс епсилон когда я говорю слово точка здесь это синоним слова вещественное число потому что я думаю про вещественные числа как про точки на вещественной прямой поэтому в данном контексте слова точка вещественное число это одно и то же соответственно если у меня есть точка x то вот такой вот интервалчик от x минус епсилон до x плюс епсилон это епсилон окрестность а концы не включаются значит можно еще написать так что епсилон окрестность епсилон окрестность епсилон окрестность точки икс это множество таких точек по может быть множество точек Y таких, что расстояние от X до Y меньше, чем X. То есть мы будем регулярно пользоваться тем фактом, что модуль разности – это расстояние между двумя точками на числовой прямой. Это ужасно удобно, и очень часто нам это позволит, эта интерпретация позволит не заморачиваться с раскрытием модуля, со всеми такими вещами. Значит, давайте теперь вернемся к последовательности. Пока что это было просто определение для чисел, для каких-то конкретных точек. И давайте я дам такое определение для последовательности. Значит, вот как я уже сказал, меня интересует то, что происходит где-то в последовательности, где-то далеко на бесконечности. Или можно так неформально говоря, сказать, что меня интересует бесконечный хвост в последовательности. Я хочу сделать такое утверждение. Я хочу про последовательность уметь говорить, что ее хвост эпсилон близок к какому-то конкретному числу. Что это означает? Поскольку я говорю про хвост, то это означает, что то, что происходит с первыми, скажем, 10 или 20 или 100 членами, меня не интересует. Но мне важно, что начиная с какого-то момента, все элементы последовательности будут эпсилон близки к этому числу. Значит, определение. Мы скажем, что хвост последовательности АН эпсилон близок к какому-то числу А большого, если что выполняется, как вы думаете? Значит, ну вот нельзя сказать, что если все элементы последовательности аксилон близки. Да, если не все, то начинают с какого-то Н. А что значит с какого-то Н? Как это формально сформулировать? Что существует такое Н натурально? Да, что существует такое Н. Что для всех Н маленькая, ну, больше, чем Н, но больше, или оно, чем Н2. Да, значит, для всех Н маленькая тоже натуральных. Значит, справедливо такое утверждение, что если Н маленькая больше, чем вот эта Н большая, то расстояние от АН до А большого меньше эпсилон. Значит, я сейчас это записал так, как мы записывали это раньше. Я написал здесь, что... Написал тут импликацию. То есть я утверждаю, что вот это расстояние меньше, чем эпсилон, если Н маленькая больше, чем Н большой. Вот это Н большое, это то, начиная с какого места элементы последовательности становятся эпсилон близки к А большому. Давайте я картиночку написал. Значит, допустим, вот это А. Эпсилон, и вот у меня элементы последовательности. Например, вот такие. И давайте я возьму какой-нибудь эпсилон. Скажем, вот это пусть будет А плюс эпсилон, а вот это пусть будет А минус эпсилон. Значит, вот она моя эпсилонопрестность, вот она здесь живет. Да, давайте посмотрим. Я пронумерую сейчас точки. Значит, вот это единица, здесь будет двойка, тут тройка, тут четверка, тут пятерка, тут шестерка, тут семерка. А значит, что годится? Вот если я хочу про вот эту последовательность сделать утверждение, что она для вот этого конкретного эпсилона, который я нарисовал, что у нее хвост эпсилон близок к числу А. А что подойдет в качестве n большого? Да, ну 5 или 4. Поскольку я вот здесь потребовал строгого, не нравится, то, в общем, 4 тоже сойдет. Четверка – это как бы последний нарушитель. Ну, по крайней мере, судя по этой картинке. Я, на самом деле, не знаю, что там будет происходить далеко в будущем. Но можно предположить, что дальше они тоже, все эти точки, будут жить где-то вот в этом коридорчике. Значит, тогда в качестве n большого я выберу вот эту штуку. И тогда я утверждаю, что если n маленькая больше, чем n большой, то есть если я рассматриваю вот эту точку, вот эту точку, вот эту точку, то все эти элементы последовательности, они будут жить внутри вот этого коридорчика. Эпсилон коридорчика вокруг числа а. Ну, или что-то же самое в эпсилон окрестностях числа а. Числа а большого. Заметьте, что если бы я теперь, допустим, я хочу немножко испортить мне жизнь, взял и вот эту вот точку передвинул вот сюда. А вот это условие, что ход последовательности эпсилон близок, после этого будет нарушен или нет? Ну, смотри, само условие. Условие говорит, что найдется такой n. А вот дальше все останется таким вот. Да, заметьте, что если я испорчу вот этот элемент, вот сюда вот его утащу, то на вот это утверждение это не повлияет, потому что просто я возьму и вот это n большой перемещу вот сюда. Допустим, 6. И снова все будет хорошо. Снова хвост последовательности будет абсолютно близко. То есть это утверждение, оно действительно утверждение про хвост. Оно не зависит от никаких, оно не зависит ни от каких модификаций начала последовательности. Окей, теперь смотрите, значит, чего я хочу сказать. Чтобы сформулировать какое-то утверждение про предел, мне нужно, ну, что такое утверждение про предел? Хочется сказать, что это вроде того, что хвост последовательности очень близок к данному числу, числу А. Но что значит, что очень близок? Поскольку, как мы обсудили, в математике нет понятия там маленьких чисел или больших чисел. Это относительная штука. Как бы мне сказать, как бы мне формализовать вот это очень близко? Какой бы я ипсилон мне выбрал? Да, какой бы я ипсилон я не выбрал, можно сказать, что это еще недостаточно близко. Что значит стремиться? Это как раз то, что мы пытаемся определить. Да, на самом деле нужно сказать, что ипсилон, вот эта мера близости, которую мы требуем, может быть любой. Что какую бы меру близости мы не потребовали, у меня все равно хвост последовательности будет настолько близок к А. Ну вот совсем нулю не может быть. Это как бы нерешаемая задача. Но... То есть это уже не любое. Не любое, но любое положительное. Да, давайте действительно так и напишем. Смотрите. Если для любого ипсилон больше нуля, хвост последовательности АМ, ипсилон близок к числу А, говорят, что предел последовательности АН равен числу А. Иными словами, что мы говорим? Мы говорим, что, допустим, я хочу, чтобы элементы последовательности были 0,1 близки к числу А. Мне говорят, пожалуйста, они будут, начиная с какого-то места, 0,1 близки к числу А. Это я говорю, нет, 0,1 мало. Давайте 1 сотую. Мне говорят, и это тоже можно сделать. Они будут, начиная с какого-то места, 1 сотая близки к числу А. И так далее. Какое бы число я не выбрал, что бы я не потребовал бы, они все равно, начиная с какого-то места, будут близки. Давайте вернемся. Давайте вернемся к этому примеру. Здесь пределом будет единица. Допустим, я хочу, чтобы мой хвост был бы, скажем, давайте я перепишу. Значит, вернемся к этому примеру. А n равняется n плюс 1 на ft. Или что та же самая единица плюс единица на n. Верно ли, что хвост этой последовательности, допустим, 1 десятая близок к единице? Верно такое возрождение? Да. Верно. Чтобы доказать, что оно верно, нам нужно предъявить такой номер, начиная с которого они будут 0,1 близки. С какого номера они будут 0,1 близки? Да. Возьмем n большого равное 10. Тогда любые, если я возьму номер больше, чем n большого, то тогда единица на n будет меньше, чем единица на n большого, то есть 1 десятая. И расстояние от a n до единицы, которое как раз равно 1 n, будет меньше, чем 1 десятая. Ну, понятно, что я таким же образом могу задать вопрос, верно ли, что хвост 1 тысячно близок к единице. Тоже верно. А но заметьте, что вот эта вот старая n равная 10 уже не работает. Ну и не страшно, мы возьмем новое n большого, которое подходит именно для вот этого требования. n большого, какое я возьму n большого? Тысяча. И понятно, что вот чего бы я тут ни написал, любое положительное число я здесь могу написать, и ответ всегда будет да. А вот это и означает, что последовательность a n стремится к единице. Можно на графике показать, как это будет выглядеть на графике. Вот смотрите. Вот у меня есть эти самые мои точечки, которые там как-то приближаются к единице. Вот у меня есть единица. Что я утверждаю? Я утверждаю, что каким бы маленьким я не выбрал вот этот коридорчик вокруг единицы, начиная с какого-то элемента, все элементы последовательности будут жить внутри него, не будут за него выходить. Я могу сделать его еще меньше, они, может быть, позже начнут в нем жить, но все будут жить, начиная с какого-то. Это и есть определение предела. Вот. Давайте, значит, я сейчас сформулировал это определение, ссылаясь на то понятие, которое я поняла раньше, про то, что хвост последовательности ебсилон близок. Давайте я сейчас его перепишу уже в одну строчку. Я вспомню, как устроено это определение про то, что хвост последовательности близок. Оно устроено вот так. Найдется такое n большой, что для всех n маленьких больше. Что для всех n маленьких среди натуральных, если n маленькая больше, чем n большой, то вот эта штука верна. Давайте я для краткости сейчас вот это определение тоже немножко перепишу. Смотрите, вот очень часто делают так, записывают условия, которые мы должны удовлетворять наши переменные сразу после квантора. Значит, вот то, что я сейчас пишу, это на самом деле сокращенная форма предыдущей записи. Значит, здесь я сразу написал, что n маленькая должна быть больше, чем n большая. По контексту понятно, что n маленькая должна быть натуральным, потому что она здесь встречается как номер элементов последовательных, если это обязательно натуральное число. И здесь я явно говорю, что я делаю утверждение только для тех n маленьких, которые больше, чем n большого. Значит, вот такая краткая форма записи, мы ее тоже будем использовать. Она эквивалентна вот этой дне. Там, где написано, что можно, там можно, а там, где не написано, что можно, там можно. Ну, там, где, ну, хорошо. Последняя задача можно. Давайте я перепишу сейчас еще раз определение дела. значит, в одну строчку. Придеть в пределах. Да. Мы говорим, что последовательность a и n имеет предел a. Значит, a – это какое-то вещественное число. Если, значит, давайте я буду переписывать. Значит, для всякого y больше нуля. Вот оно. Здесь тоже пишу. Для всякого y больше нуля. А дальше мне нужно записать определение того, что хвост последовательности y близок. То есть, утверждение о том, что хвост последовательности y близок говорит, что начиная с какого-то натурального n все элементы последовательности будут находиться на расстоянии a большого… На расстоянии не больше эпсилона от точки a большого. Вот такая штука. Вот это я просто указываю, что именно я определяю. А само определение вот одно. Значит, стандартные обозначения здесь такие. Значит, пишут, что a n стремится к a большому и обычно уточняют при n стремящемся к бесконечности. Значит, для последовательности вот это уточнение при n стремящемся к бесконечности в общем-то излишне. У нас нет никакого… Для последовательности нет никакого другого способа, к чему мы стремимся, кроме как при n стремящемся к бесконечности. Ну, чуть попозже мы будем обсуждать функции, пределы функций, и там бывают разные пределы в разных точках. И для последовательности обозначений мы здесь тоже пишем такую штуку. Значит, либо так пишут, либо вот так пишу. Предел, при наступающемся в бесконечности, а n равен на большом. Это эквивалентная запись. Это эквивалентная запись, да. Иногда пишут так. Это все 3 эквивалентные записи. Вот. Так, ну смотрите. На самом деле мы уже даже доказали, что, например, предел последовательности n плюс 1 деленный на n равен 1. Мы это только что доказали. Помните, мы обсуждали, что... Ну вот здесь чуть-чуть повыше. Значит, вот здесь мы говорили, что можно... Ну, окей, не совсем доказали. Давайте докажем совсем аккуратно. Значит, здесь мы говорили, что можно выбирать n большое в зависимости от того, какую близость мы хотим потребовать. Давайте мы покажем, что действительно можно сделать всегда. Доказательство. Смотрите, значит, что мы хотим. Как доказывать, как доказывать такого типа утверждения? Значит, можно думать про доказательство такого типа утверждения, как про такую игру. А, значит, чтобы это утверждение доказать, нам нужно доказать, что мы умеем для всякого эпсилона найти такое n большое, что будет выполняться вот эта вещь. Можно думать, что эпсилон нам предъявляет какой-то соперник, а n большое, да, это придумывать нам самим. И мы выиграли, если это n большое удовлетворяет вот этому требованию. Вместе с тем эпсилоном, который нам предъявил соперник. А если мы... Если какой бы эпсилон соперник не выбрал, мы все равно выиграем, значит, мы доказали, что предел действительно равен а большому. Соответственно, нам нужно предложить какую-то такую выигрышную стратегию. Это можно переформулировать. Определение предела всяких теоретически игровых терминов. Значит, ну давайте посмотрим, как это работает. Вот возьмем... Возьмем произвольно эпсилон больше 0. Как нам сделать n большое таким, чтобы вот это вот неравенство выполнялось? Ну, n больше... Да, давайте возьмем n большое. Значит, ну, смотрите, я потребовал здесь, чтобы n большое было натуральным. Это немножко техническое требование, можно было бы его и не писать. Можно было бы выйти без этого требования. Но я его потребовал, давайте его соблюдать. То есть мне нужно n большое, такое, чтобы оно было бы натуральным, и так, чтобы оно было бы больше, чем единицы, деленное на эпсилон. Давайте я возьму вот такую штуку, округлю вверх единицы, деленное на эпсилон. Значит, округление вверх числа x – это наименьшее целое число, не меньше x. Значит, вот если у вас есть вещественное число, его можно округлить вверх, а можно округлить вниз. Соответственно, вот эта вот функция, она еще называется функцией потолок компьютер-саймс. Оно округляет вещественное число вверх. Значит, возьмем в качестве n большого, возьмем вот это округление вверх для единицы, деленное на эпсилон. Почему это хороший выбор? Ну, во-первых, эта штука гарантированно больше, либо равняется, чем единица, деленное на эпсилон. Поэтому для всех n маленьких, которые будут больше, чем этого n большого, n маленькая будет тоже больше, чем единица, деленное на эпсилон. И заметьте, что у меня здесь все положительные числа. n маленькая – это натуральное число, а эпсилон – положительное число. Поэтому я могу перевернуть дроби в правой-левой части и заменить знак не нравится. Тогда единица на n будет меньше, чем эпсилон. Ну, смотрите, n маленькая – больше, чем n большое. А n большое мы выбрали так, чтобы оно было бы больше, либо равно, чем единица на эпсилон. Поэтому n маленькая – больше, чем единица на эпсилон. Опять же, пользуемся транзитивностью сравнения, что если a больше b, а b больше c, то a больше c. Вот. Значит, поскольку единица на n меньше, чем эпсилон, теперь можно заметить, что это как бы была подготовительная, некоторая подготовительная работа, и теперь можно уже непосредственно пользоваться обновлением предела. Тогда для всех n маленькая – больше, чем n большое. Расстояние от n плюс 1, деленное на n, до единицы. Это есть что такое? Это есть вот такая штука. Это есть модуль единицы, деленное на n. n – натуральное число, значит, единица на n положительное, значит, модуль можно просто убрать. И эта штука будет меньше эпсилон. То есть мы таким образом доказали, что выбранная вот так n большого действительно работает. Давайте посмотрим еще раз на эту штуку. И смотрите, нам нужно было доказать, что для всякого положительного эпсилона найдется такое n большого, что для всех n маленьких больше, чем n большого, расстояние от n-тового элемента последовательности до единицы меньше, чем эпсилон. И мы это сделали. Мы предъявили явный способ, как для данного эпсилона, каким бы маленьким оно ни было, построить n большое, а так, чтобы вот это условие выполнялось. Значит, действительно, предел равен единице. Есть ли вопросы по этому доказательству? Это очень простое утверждение, но тем не менее оно очень показательное. Мы будем в ближайшие дни, вы докажете, наверное, несколько десятков разных утверждений про предел, они будут доказываться примерно так же, только иногда немножко сложнее. Раз в десять. А у нас пределы на единице, потому что у нас расстояние будет? Да, 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 потому что вот здесь вот у нас стоит единица. Значит, вот принципиально то, что вот эта штука, это вот ровно то, для чего мы здесь считаем расстояние, с чем мы здесь считаем расстояние. То есть мы говорим, что вот эти числа n плюс 1 деленные на n будут близки к единице. То есть расстояние между ними будет меньше эпизи. А как это сказать? Сейчас мы будем сказать. Поэтому мы поговорим про это. Пока что да. Пока что вот у нас, наше определение позволяет нам сделать такую вещь. Если мы угадали каким-то образом предел, то в принципе мы можем вот так по определению доказать, что это число, которое мы угадали, что оно действительно является предел. А как именно пределы находить, мы обсудим чуть позже. На следующей версии. А если, допустим, если единица случайно написали 0? Да. Вот. Нам не удастся доказать. Вот эта вот штука нам не удастся доказать, как в случае. А, ну да. Потому что если вы здесь напишите 0, то для больших n вот это расстояние от вот этих штук до 0 будет наоборот близко к единице. Оно не будет меньше, чем эпиза. Это, кстати, хорошее упражнение. Да, а давайте, правда, что... Хороший вопрос. Давайте докажем, что... Вот такой вот штука. Давайте докажем, что... Ой, нет. Не писал. n плюс 1. Давайте докажем, что предел этой же последовательности не равен 0. Ну, тут вы мне можете возразить... Ну, мы же уже выяснили, что он единица. Значит, он не 0. Тут я вам могу возразить. А мы не доказали, что предел единственный. Может так оказаться, что под вот это определение, под определение предела... Ну, как бы... Что говорит определение предела? Оно говорит, что число а обладает каким-то свойством. Но могло бы так получиться, что у нас есть несколько чисел, которые обладают этим свойством, теоретически. Сейчас чуть-чуть позже мы докажем, что такого не бывает. Но, в принципе, мало ли, вдруг. Ну, вот давайте убедимся в том, что число 0 не является пределом для последовательности n плюс 1 миллион н. Что для этого нужно сделать? Значит, давайте... Ну, как обычно, мы хотим... У нас есть утверждение о том, что предел чему-то равен, но у нас есть определение этого понятия. А я хочу теперь доказать, что для конкретной последовательности это определение не выполняется. Как это сделать? С чего начать? Для любого я писал? Нет, это просто существует. Ну, нужно какая-то... Ну, на музыку... Да. Да. Эти ваниплектор. Можно просто... Да. Да. Вот смотрите, вот это действительно очень важно, потому что... Ну, как бы... Есть разные... Вот мы сейчас работаем с довольно сложно... с довольно сложно устроенным утверждением. И очень легко, очень легко запутаться, очень легко перестать понимать, в какой момент нужно что-то доказывать, в какой момент достаточно привести контрпример, в какой момент контрпримера недостаточно, потому что у нас утверждение устроено как-то так хитро, что этот контрпример, это очень частный случай, он на самом деле ничего не проверяет. Вот. Вот чтобы не запутаться, самый простой способ действовать так. Давайте сформулируем определение предела, потом честно навесим на него отрицание, посмотрим, что получится. Будем доказывать то, что получилось. Я еще раз выписываю, давайте я вот так вот сейчас напишу. Я выписываю отрицание, подтверждение о том, что предел равен 0. Теперь я раскрою это определение. Значит, неправда, что для всякого эпизона большого 0 найдется такое n большое. Да, просто натуральное, что для всех n маленьких больше, чем n большое. n плюс 1, n минус 0. По модулю меньше эпизона. Вот такую штуку мне нужно про отрицать. Видно, что я отопление предела? Разница с тем, что у меня было здесь написано, как то, что я вместо единицы поставил 0. Этот 0, это как раз вот это. Так, ну хорошо. Расскажите мне, как устроено отрицание. Что это такое, эпизон больше 0? Что для него все n. Что это такое, эпизон больше 0? Что для всех n. А что для всех n натуральных. Дальше. Что такое n маленькое больше? Да, что такое n маленькое больше, чем n? Что его, ну, по модулю, больше или равен, чем n. Больше не равен, чем в общем. Да. То есть, смотрите. Для того, чтобы доказать вот такое утверждение, нам нужно сделать следующее. Нам нужно предъявить эпизон какой-то конкретный. Такой, что каким бы ни было выбрано n большое, мы сможем найти элемент последовательности, который будет правее, чем это n большое, и который будет нарушать нашу вот эту условию. То есть, иными словами, нам нужно будет, значит, вот у нас есть наша единица, да, нам нужно будет найти такой конкретный коридорчик, что элементы нашей последовательности сколь угодно далеко в будущем будут время от времени выскакивать из этого коридорчика. Как бы далеко бы я бы не стартовал, все равно я найду элемент последовательности, который выскочит из этого коридорчика. И это ровно то, что здесь написано, это ровно отрицание от времени предела. Да. Потому что я ошибся. Сейчас исправлю. От нуля, конечно. Я привык с единиц. Ну, на самом деле, последовательность не та, это такая абстракция. Я считаю, что здесь написано число А. Вот. Хорошо. Когда меня учили читать лекции, мне объясняли, что время от времени нужно специально делать ошибки, чтобы проверять, что студенты следят. Но надо сказать, что я освоил этот прием только наполовину. А именно я, естественным образом, время от времени совершал ошибки, а не специальным образом. Но действительно, следить за тем, что я говорю, искать ошибки в том, что я говорю, это полезно. Самый весел будет, когда никто не заметит это. Ну, такое, да, такое тоже бывает. Доказываешь, доказываешь, чего-то. Окей. Давайте докажем это утверждение. Значит, если мы хотим доказать, нам нужно предъявить явно какой-то эпсалон. Какой эпсалон мы возьмем? Давайте тройку. Да, давайте переборим. Тройку. Тройка, я боюсь, не сработает. Давайте сделаем так, как я делаю. Вот смотрите, вот если бы мы взяли бы тройку, то на самом деле у нас, если бы мы взяли бы эпсалон равный трём, подошёл бы он или нет? Нет, 3, 8 и 1. Значит, у нас бы тогда бы вся последовательность целиком жила бы в эпсалон окрестностях точки 0. Потому что, ну, давайте я ещё раз картинку нарисую, только что предправим, не для абстрактной последовательности, а для конкретной. Значит, вот у нас наши последовательности вот так вот устроены. Здесь единица, да? И если бы я взял бы, вот у меня сейчас я доказываю, что я не нахожусь вблизи нулё, значит, если бы я взял бы окрестностей длины 3, значит, радиуса 3, если бы взял бы эпсалон равный трём, то у меня вообще вся последовательность жила бы внутри этого вот такого коридорчика. Давайте я на таком. Да, хочется чего-то поменьше. Давайте возьмём чего-нибудь поменьше, давайте возьмём 1,2. Эпсалон 1,2 мне очень нравится. Вот возьмём эпсалон равный 1,2. Чем хорошо значение эпсалон равный 1,2? Да, тем, что так получилось, что у нас вообще никаких элементов вот в этом вот коридорчике нет. Ну, это на самом деле победа, потому что... Хорошо, давайте возьмём эпсалон равный 1,2. Дальше. Нам нужно теперь для всякого n маленького научиться придумывать такое n большое больше, чем... Наоборот, для всякого n большого научиться придумывать такое n маленькое больше, чем n большое. Так что вот это неравенство выполнялось. Придумайте мне алгоритм, как мне придумывать n маленькое по n большому. А что, если сказать n маленькое, а n большого, то есть 1. Да. Вот действительно, дело в том, что мы не можем выбрать одно n маленькое на все случаи жизни, потому что вот здесь наш неприятель выбирает нам n большое, и он всегда может, если бы я сказал, что у меня n маленькое равно миллиону, то наш неприятель мог бы сказать, что n большое равняется 2 миллиона. И тогда вот это условие бы не выполнялось. Мне нужно, чтобы n маленькое, которое я здесь выбираю вот на этом этапе, чтобы оно было больше, чем это n большое. Поэтому оно вынуждено зависеть от этого n большого. Но действительно, можно просто сказать, что мы для всякого n большого из натуральных положим... Ну, например, положим n маленькое, равное n большое плюс 1. Значит, оно будет удовлетворять вот этому условию. Будет ли оно удовлетворять в этом случае вот этому условию? Ну, конечно, да. Потому что тогда n плюс 1, деленное на n минус 0 по модулю, это просто модуль n плюс 1, деленное на n, это просто n плюс 1, деленное на n, 1 плюс единица на n. Значит, эта штука гарантирована больше, чем единица, а единица гарантирована больше, чем 1 вторая, которая есть в эпизоде. То есть мы действительно видим, что вот это неравенство выполняется. Пожалуйста, не обязательно единица, что хотите, да? Ну, как бы, реально, что хотите. Но мне нужно было какой-то... Как бы, мне хочется здесь предъявлять явные алгоритмы. Теоретически можно было бы использовать какие-то менее явные рассуждения. Но поскольку здесь можно предъявлять явные алгоритмы, как находить эти самые числа, ну, вот и хорошо. Вот. Да. Как мы понимаем, что это вот, которая может быть больше, что означает, что у нас точки лежат за пределами вот этой окрестности. Да, 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 совершенно верно, да. Если бы это расстояние было меньше, эпизодом, тогда точки лежали бы внутри окрестности. Противоположная неравенство, это как раз говорит, как раз, что данная точка лежит за пределами вот этого коридорчика. Я раскрыл, да, вот здесь вот у меня было НИО, и дальше по правилам, которые мы обсуждали в позапрошлый раз. То есть все квантеры поменялись на противоположную, а вот тот продикат, который был написан справа, он тоже поменялся на противоположный. Отрицание к парадикату, который является неравенством, это неравенство с другую сторону, и здесь было строго, иначе здесь будет не строго. Можно было бы подставить, но нам на самом деле это и не важно. Можно было бы подставить. Но в данном случае, в данном случае, это очень непринципиально, потому что какое бы Н малое не было бы выбрано, вот это все работает. Мы были обязаны его выбрать именно таким, потому что нам нужно доказать, что существует не просто Н малое, а Н малое больше, чем Н большой. Да, но неравенство это выполняется для всех. Вот здесь, в принципе, доказано тоже больше. Можно было бы явно написать здесь, подставить его сюда, но понятно, что оно бы тоже выполнялось. Можно еще раз? Мы представляем, Н малое это как расширный садим, а он будет существовать, а мы знаем, как вы... Да, нам нужно предъявить, ну вот смотрите, у нас, значит, вот здесь вот нам нужно предъявить не просто какое-нибудь Н малое, а нам обязательно нужно, чтобы вот это условие выполнялось. И мы его предъявляем вот таким образом. Так, еще вопрос про это доказательство. Хорошо. Давайте мы теперь докажем, вот что. Давайте мы докажем, что предел действительно, если он существует, то он единственный. А предел всегда проходил? Вот это мы сейчас как раз докажем, что он себя проходил. Значит, заметите, что на самом деле предел может не существовать. А бывают последовательности, у которых предела нет. Можете привести какой-нибудь пример? Да. Да, предел не всегда существует. Значит, пример. Ну вот, например, есть последовательность АН равная Н квадрат. У нее нет предела. Можно другую последовательность рассмотреть. Можно рассмотреть, какую последовательность. А, допустим, БАН равняется минус единице в степени n. Значит, вот такая последовательность, которая скачет между плюс и минус единицей, у нее даже нет предела. Ну, как бы вроде... Ну, это надо, конечно, оправдно доказать. Вот типа того, как мы только что это делали, это хорошее упражнение. Доказать, что у этой последовательности нет предела. Ну, вроде как интуитивно понятно, что нет такого числа, к которому бы наши элементы неограниченно приближались, потому что наши элементы скачут между плюс и минус единицей. Поэтому в этой последовательности тоже нет предела. Значит, упражнение доказать, что у этих последовательностей нет предела. Значит, это это, я думаю, надо. Ну, раз упражнение, значит, не сейчас. Ну, может, на семинаре разберем. Вот. Давайте теперь я сформулирую теорему. Если у последовательности есть предел, он единственный. То есть не может быть такого, что два разных числа, скажем, А и Б, удовлетворяли бы определению предела с одной и той же последовательностью. Это оправдывает, эта теорема оправдывает вот такого типа записи, что предел равен чему? Если бы у меня пределы могли бы быть разные в одной и той же последовательности, было бы непонятно, что означает это равенство. Но... Ну, у последовательности не бывает стремления к минус бесконечности, потому что последовательность, с нашей точки зрения, последовательность – это односторонняя последовательность, это отображение из N, V. Теоретически можно было бы рассматривать двусторонние последовательности, то есть отображение из Z, V. У них теоретически, да, нужно было рассматривать отдельный предел на плюс бесконечности и на минус бесконечности. Но мы не будем это делать. доказательства от противного пусть есть два разных числа а и b являющиеся пределом давайте посмотрим что это означает вот у меня есть число а где-то у меня есть число b и элементы последовательности мы предположили что элементы последовательности становятся близки к и b одновременно ну кажется логичным что так не бывает невозможно быть близким одновременно двум точкам да но вот если сами эти точки очень близки может все-таки можно давайте посмотрим я напомню что у нас есть определение до всякого эпизолон больше ну да найдется такое давайте напишем если последовательность константы кстати да очень хороший вопрос вот если последовательность константа вообще 1 1 1 1 1 1 есть какой-нибудь предел мы на самом деле в определении предела где-то требовали чтобы мы не достигали этого значения а если посмотреть да если посмотреть на определение предела вот давайте я еще раз открою смотрите если так оказывается что все аэнные равны а большом то это означает что она здесь в левой части стоит просто 0 и 0 конечно меньше эпсилон для любого эпсилон и любого поэтому конечно конечно просто константа а ее предел равен посмотрите потому что ну вот как бы неправда что начиная с какого-то момента все элементы последовательности близки что бы вы хотели что бы хотели взять в качестве кандидата в пределы нельзя две вам нужно выбрать одну какую-то точку вот например число 1 не является пределом потому что элементы последовательности время от времени сколи года сколи года сколи года далеко в будущем оказываются далеки от этой единицы а если взять ноль все равно тогда они тоже все далеки но если возьмете если возьмете вот такого то они все будут далеки в определении а от времени у вас сказано для Итак, смотрите. Давайте я выпишу определение предела для обоих утверждений. У меня есть утверждение, что пределом равен А, и у меня есть утверждение, что предел равен Б. Итак, давайте я выпишу эти два утверждения. Значит, здесь для всякого эпсилона найдется такое n1, что для всех n маленьких больше, чем n1. Расстояние от АН до А меньше эпсилон. А во втором утверждении то же самое. Только расстояние до Б меньше эпсилон. Значит, вот у меня есть два таких утверждения. Я хочу прийти к противоречию. Я хочу сказать, что они не могут выполняться одновременно. Заметьте, что если у меня эпсилон достаточно большой, то, в принципе, почему бы и нет? Я могу взять, например, вот такую вот окрестность вокруг точки А, и вот такую вот окрестность вокруг точки Б, и действительно у меня все элементы моей последовательности будут жить и в этой окрестности, и в другой окрестности. И, вероятно, никакого противоречия в этом случае нет. Но нам важно то, что эпсилон у нас здесь произвольный. То есть, мы предположили, что предел равен А, предположили, что тот же самый предел, тот же самый пассилон равен Б. То есть, это означает, что мы предположили, что вот это утверждение верно, и вот это утверждение верно. А как нам теперь противоречить? Да, да, смотрите, значит, прекрасная идея. Как вас зовут? Оля. Оля, Оля сказала очень важную вещь. Смотрите, дело в том, что вот здесь эпсилон мы можем сейчас выбрать, каким хотим. Да, нам нужно не вот эти утверждения доказывать, нам нужно на них операция. То есть, это означает, что мы вот здесь, вот этому утверждению мы можем скормить, какой хотим эпсилон, и оно нам сгенерирует N1. Можно думать, что это утверждение, как про такие машинки, которые получают что-то на вход, выдают что-то на выход. И вот этот эпсилон мы можем выбирать, как хотим, и в частности, мы можем выбирать его в зависимости от того, чему равно расстояние от А до Б. Почему нам нужно именно так и делать? Ну, потому что мы хотим, ну, смотрите, у нас, мы хотим выбрать такие окрестности вокруг точки А и точки Б, так, чтобы в них нельзя было находиться одновременно. То есть, мы хотим вокруг А нарисовать окрестность, вот такую вот, какую-то маленькую, простите, вокруг Б, и вокруг А тоже. И мы хотим, чтобы в них нельзя было находиться одновременно. То есть, на самом деле, мы хотим просто сделать так, чтобы эти окрестности не пересекались. Вот у нас есть число А, у нас есть число Б. Да, какое нужно выбрать эпсилон? Так, чтобы эти окрестности не пересекались. Понятно, что чем ближе эти точки, тем меньше должен быть эпсилон. На самом деле, можно его взять очень просто. Ну, как, вот у нас есть расстояние от А до Б. Да, если мы возьмем эпсилон меньше, чем половина расстояния, то все сработает. Окрестности не будут пересекаться. Давайте, ну, давайте, для страховки, давайте возьмем эпсилон, например, треть между расстояниями. Возьмем эпсилон, равное расстояние А минус Б делить на А. Хорошо. Тогда, во-первых, мы знаем точно, что вот эти вот окрестности не пересекаются. Это можно доказать, что это будет более формально, с помощью неравенства треугольника. Сейчас я это сделаю, но сначала я хочу обратить внимание на другую вещь. Как теперь нам прийти к противоречию? Смотрите, значит, у меня вот для вот этого эпсилона есть какой-то номер, начиная с которого элементы одной последовательности живут в своей окрестностности, например, вот в этой окрестностности. И есть какой-то другой номер, начиная с которого элементы этой же последовательности живут вот в этой окрестностности. А как прийти к противоречию? Да. Нам нужно, чтобы прийти к противоречию, нам нужно сказать, что мы рассматриваем одни и те же элементы. Чтобы они были одними и теми же, нам нужно просто потребовать, что давайте возьмем максимум между двумя нками и возьмем какой-нибудь элемент, который будет больше, чем этот максимум. Тогда эти элементы обязаны удовлетворять и одному условию, и другому условию. Значит, возьмем такую штуку и рассмотрим n, в которой есть максимум из n1 и n2 плюс единиц. Заметьте, что я здесь обозначил разными буквами n1 и n2, те самые стартовые моменты. Поскольку это два разных предела, то нам никто не обещал, что оба этих условия, что вот это будет один и тот же момент. Это могут быть разные моменты, но и не страшно. Мы просто возьмем тот из них, который дальше, тот, который больше. Возьмем, соответственно, элемент, который построен вот так. Вот это n, оно одновременно удовлетворяет и вот этому неравенству, и вот этому неравенству. Значит, для этого n верны условия n больше n1 и n больше n2, и, следовательно, верны условиям, что a n минус a большого меньше епсилон и a n минус b большого меньше епсилон. В принципе, уже визуально понятно, что это победа, потому что мы выбрали епсилон так, чтобы окрестности не пересекались, а вот эти два неравенства, они говорят, что у нас a и n обязаны лежать и в этой окрестности, и в этой окрестности. Поскольку это так, то мы, в общем, пришли к противоречии. Не может точка одновременно лежать в этой окрестности и в этой окрестности, если не пересекались. Но давайте совсем железобетонное это докажем. Да, мне понадобится неравенство треугольника, поскольку модуль разности двух чисел – это просто расстояние между этими двумя числами, то для этого модуля разности верно такое утверждение, что расстояние, допустим, от x до y, расстояние от x до z не превосходит сумму расстояния от x до y плюс расстояние от y до z. То есть это можно аккуратно доказать, раскрывая модуль и рассматривать там кучу случаев. Но сейчас я это делать не буду, вы там на сценарии сделаете. Уже делали? Ну, отлично. Нет, мы не делали бы, мы и так же делали. Вот. И давайте теперь используем этот неравенство треугольника, чтобы явно прийти к противоречию. Смотрите, как мы это сделали. Вот эта штука говорит, что расстояние от a n до a большого меньше, чем x. Вот эта штука говорит, что расстояние от a n до b большого меньше, чем x. Давайте мы теперь скажем вот что. Давайте мы скажем, что расстояние от a до b, ну, во-первых, мы знаем, что оно равно y на 3. Мы так и абсолютно выбирали. Расстояние от a до b не превосходит расстояние от a до a n плюс расстояние от a n до b. Ну, в модуле разности можно менять местами. Как бы неважно. А это 2. Да. А вот эта штука, вот эта, значит, что теперь можно сказать? Можно сказать, что первая штука меньше epsilon, и вторая штука меньше epsilon. Значит, эта штука меньше, чем 2 epsilon. То есть мы получили, что 3 epsilon меньше, чем 2 epsilon. Да, но epsilon больше нуля. Мы рассматриваем только в такие epsilon. Ну, если, собственно говоря, epsilon выбирался как модуль разности поделить на сколько там, значит, он больше нуля. Мы явно потребовали, чтобы a и b были бы разными точками, поэтому epsilon не 0. И, значит, можно на него сократить. Получили, что 3 меньше 2. 3 меньше 2 – это неверное утверждение. Противоречивающее. Ну, честно говоря, вот эта вот часть выглядит немножко, ну, как бы какие-то формулы, но на самом деле главное – это понять, что вот эти окрессости не пересекаются. Ну что, все тогда. Я сказал, что будет самостоятельно. Ну, вообще, все самостоятельно за семинар. Ну, а что поделаешь? Сейчас, я за семинар. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok